У христианина два рода врагов, внешний и внутренний, и действуют они совместно, чтобы поразить чадо Божье. Поэтому сказать, что один опаснее другого нельзя, но если мы желаем иметь победу в нашей духовной жизни, то мы должны научиться их распознавать. Это первый этап к победе. В нашей сегодняшней беседе я бы хотел коснуться вопроса о нашем внутреннем враге. Наш внешний враг – дьявол. Мы не можем слишком много подчеркивать опасность этого лютого врага нашей души. Но вместе с тем мы никогда не должны забывать, что Христос его поразил полностью и окончательно своей смертью на Голгофском кресте. В послании к евреям сказано, что Он, то есть Иисус Христос, смертью лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Но как христианин я имею и другого врага, не менее опасного, и этим врагом являюсь я сам. Как часто в наших неудачах мы обвиняем дьявола или других, а причина фактически в нас самих. И вот нам необходимо найти разрешение этой нашей наиглавнейшей проблемы. Я говорю наиглавнейшей, так как дьявол ничего не мог бы сделать нам, если ее не было бы. Есть ли ответ этой проблеме? Что говорит Слово Божье? Вы заметили, что с того момента, как вы обратились к Господу и стали Его детятей, то вы вдруг стали сопоставлены с новой, доселе, не пережитой вам и проблемой. Когда мы пришли к Господу, то думали, что теперь все будет мир и покой. Но вместо этого мы обнаружили в нашем внутреннем человеке ужасный конфликт, которого раньше у нас не было. Что случилось? Плоть восстает против Духа и Дух против плоти. И мы оказались в самом центре этого конфликта. Иногда у тебя была победа, другой раз полное поражение. Чем это объясняется? Дело в том, что когда мы родились свыше, мы фактически стали двумя личностями. Каждый христианин имеет ветхого человека и нового, Адамову натуру и Христову, плотскую и духовную. Да, в полном смысле этого слова мы два человека в одном. Но благодарению Богу Он не оставил нас без выхода из этого затруднения. Ответ мы найдем в послании римлянам. В седьмой главе, начиная с первого стиха, мы читаем следующие слова. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужная женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, вышедшей за другого мужа. Так и вы, братья, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых. Да приносим плод Богу». Апостол Павел тут преподает основную истину. Как христианину иметь победу в своей жизни? Это, дорогие мои, и есть освящение, о чем мы читаем в послании Фессалоникийцам, 5 главе, стих 19. Слушайте. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и совершит сие». В прочитанном нами месте в послании римлянам Павел показывает, как Бог производит это освящение. Апостол Павел пользуется примером брака и говорит, что «как долго муж жив, женщина привязана к нему». В этом примере верующий является женщиной. Павел желает проиллюстрировать важную истину. Он уподобляет христианина женщине и говорит, что она привязана к своему мужу, пока он жив. Мужем здесь подразумевается наш ветхий человек, к которому мы привязаны, пока он жив. В Ветхом Завете есть один случай, который объясняет эту иллюстрацию Павла. О нем мы читаем в первой книге царств, в 25 главе. Тут мы находим три личности, играющие главную роль в этом эпизоде. Женщина по имени Авигея, ее муж по имени Навал и Давид, царь израильский. О Авигее сказано, что она была женщина весьма умная и красивое лицо. Из этого события мы можем также заключить, что она была очень щедрой и добродушной женщиной и духовно одаренной. Но у Авигеи была проблема. Она была замужна за человека, о котором сказано, что он был жестокий и злой нравом. Эти два человека, Авигея и Навал, прообразно говорят нам о нашем новом человеке, которого мы имеем во Христе, и о нашем ветхом человеке, которого мы унаследовали от Адама. Авигея – это наш новый человек, а Навал – ветхий. И в послании римлянам сказано, что мы привязаны к нашему ветхому человеку, к нашему Навалу, пока он жив. Но в эту ветхозаветную историю входит третья личность – Давид. Человек Божий, человек веры и духовной силы. Он – помазанник Божий, который одержал победу над Голиафом. Давид в нашей истории является прообразом Иисуса Христа. Проблема наша заключается в том, что мы привязаны к нашему Навалу, а желали бы иметь Давида, быть замужным за нашего небесного Давида Иисуса Христа. Мы, конечно, говорим прообразно, как Павел, пользуясь примером брака, в послании фессианам пишет «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Как мы желали бы, чтобы в нашей жизни всегда был отражен образ нашего Спасителя, но, увы, то и дело проявляется наш ветхий Навал. И бывает, что проявляется наше плотское Я, а мы думаем, что это дьявол. Это не дьявол, дорогие мои, а наш Навал, наша ветхая натура. Но благодарение Богу у Бога был выход для Абигеи. Выход этот была смерть Навала. В послании римлянам сказано, что замужняя женщина привязана к мужу, покуда он жив. Нашего Навала изменить невозможно. Сколько люди пытаются реформировать, исправлять, умиротворять своего Навала, и ничего не выходит. Он остается тем же жестоким, со злым нравом Навалом. Его исправить невозможно. Не раз мы делали резолюции, что то и другое не будем делать, а на следующий же день все эти добрые намерения были нарушены. Почему? А потому что мы привязаны к Навалу, к нашему ветхому человеку. И поскольку он жив у нас, будут постоянные поражения в нашей жизни. Что-то должно произойти с Навалом. И это что-то есть не что иное, как его смерть. Он должен умереть. Другого выхода нет. До тех пор, пока он не умрет, Авигея не может выйти замуж за Давида. И поскольку наш ветхий человек жив, мы привязаны к нему, а не к Иисусу Христу. Те, которые поняли эту проблему, думают, что теперь им самим нужно умершевлять своего Навала. И тут создается новое затруднение. И оно продолжается до тех пор, пока мы не поймем другой факт, что Бог и эту проблему разрешил. Авигея не пошла бы на убийство своего мужа. Она женщина весьма разумная, и ей бы на мысль не пришло, чтобы умертвить Навала. Нет. Мы читаем в этой истории, что Бог его поразил. Кто-нибудь скажет, ах, как чудно было бы, если Бог поразил раз и навсегда моего Навала, моего ветхого человека. Сегодня, дорогие мои, я рад вам сообщить, что Бог это уже сделал. Бог поразил твоего Навала. Откройте, пожалуйста, к 6 главе послания к римлянам. И в 6 стихе этой главы вы обнаружите, что действительно Бог умертвил вашего и моего Навала. Слушайте, как тут сказано. Сколько есть, однако, авигей, пытающийся умертвить Навала. Но, дорогие мои, это невозможно. Скажите, как можно самих себя распять? Нам говорят, что мы должны распять своего ветхого человека. Да, мы пробовали и должны признаться, что ничего не выходило. Если вам удастся пригвоздить левую руку и обе ноги, у вас осталась свободно правая рука. Ее сам уже не пригвоздишь. Она способна действовать и может сделать еще много зла. Нет, самому распять свою плоть невозможно. Чем больше пытаешься его распять, тем злее твой Навал делается. Другие, опять-таки, стараются его смирить с законом. Их религия выходит не делать то, не делать другое. И вскоре они обнаруживают, что чем больше Навала прибиваешь с законом, тем более он противится и делается злостным. Другие пытаются его прикрыть особой одеждой и внешней реформой. Они думают, что если они дадут Навалу приличный внешний вид, его оденут как подобается хорошему христианину, то это, они думают, и есть освящение. Вся беда в внешнем переодевании Навала та, что заменив его вид, он остается тем же Навалом. Он остается живым. Вы его ничуть не изменили. Вы его не убьете ни самораспятием, ни законом, ни изменением внешнего вида. Как вы не оденете Навала, Навал остается Навалом. Внешние реформы никогда не изменят ветхого человека. Это отнюдь не значит, что христианин может одеваться как попало, но заставить его одеваться как подобается не изменит его натуру. Если бы я начал проповедовать о платках, о платьях, галстуках и прическах и настаивал бы, что вы должны сообразиться моим стандартом, то у вас все же остается неразрешенная проблема с Навалом. Вы будете одеты и причесаны, как полагается христианину, а внутренний человек, ваш Навал, будет в другом проявлять свой злой нрав. Почему? Потому что он еще продолжает жить. Все эти попытки человеческие не в силах изменить Навало. Может быть, кто-нибудь обвинит меня, что я одобряю современную моду. Печти говорит, что безразлично, как христианин одевается, как он выглядит. Если кто меня в этом обвинит, то скажет неправду. Я просто говорю, что все это внешнее не изменит ветхого человека. Вы можете покрасить насос свежей краской или даже его изменить, но это не изменит воду. Вода в колодце остается той же. Беда не в насосе, а в источнике. Когда Навал наш умершевлен, тогда и внешний вид примет другой образ. Тогда мы будем иметь вид, подобающий святым и в одежде, и в прическе, и во всем. Но, дорогие мои, Бог должен вторгнуться в нашу жизнь. Он должен провести в нас перемену. Он должен осветить нас во всей полноте, и наш дух, и душу, и тело во всей целости. И возлюбленные, Слово Божие говорит, что Он уже что-то сделал по этому поводу. Об этом как раз и читаем мы в 6 стихе 6 главы послания Крымлина. «Ветхий наш человек, то есть наш Навал, распят с ним, то есть с Иисусом Христом, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Самое чудное в Благой Вести то, что Бог не приходит к нам и говорит, что мы должны это делать и то, и другое, но Он нам заявляет радостную весть, что Он уже все сделал для нас, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним. Вы заметили, Он уже распят, не будет распят, но уже распят. Мы все ожидаем, что это будет когда-нибудь в будущем, но когда и как мы не знаем, а пока приходится примиряться с постоянными поражениями в нашей жизни. И вдруг, находясь в таком состоянии, то победы, то поражения, мы слышим, что наше избавление уже совершено. Наш навал поражен, мы больше к Нему не привязаны, мы свободны от Него и теперь замужны с нашим небесным Давидом Иисусом Христом. Бог не говорит нам, что мы должны спасаться от наших грехов, но Он заявляет нам, что Он послал Сына Своего в этот мир, которому нарекут имя Иисус, ибо Он спасет народ Свой от грехов их. Наше спасение от греха и от Его власти целиком дело Божие. Все, что Он от нас требует, это чтобы мы отозвались на Его призыв и верили тому, что Он нам говорит. Покайтесь и веруйте в Евангелие, и спасены будете. Евангелие, благая весь, говорит, что Христос уже все сделал. Нам нужно верить. Но что значит верить? Ниже, то есть в 11 стихе 6 главы послания к римлянам сказано. Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Почитать значит соглашаться с тем, что Бог говорит. Бог говорит, ветхий твой человек распят со Христом. И я соглашаюсь и говорю, я распят со Христом. Бог говорит, навал поражен. Я говорю, навал поражен. Это и есть значение почитать в 6 главе посланий к римлянам. О, возлюбленный, это и есть вера. А без веры угодить Богу невозможно. Когда мы будем веровать тому, что Бог говорит, тогда сам Бог превратит нашу веру в реальность. Не делами, не законом, не самораспятием, не внешней реформой угодим мы Богу, но верой. Ничто другое не даст нам ни спасения, ни победу в нашей жизни, ни освящение наше, только вера. И эту веру может дать нам один Господь. Придем к Нему и скажем Ему, дай нам эту веру, чтобы мы могли угодить Тебе. Если мы, будучи злы, умеем даяние благие давать детям нашим, то не думаете ли вы, что Отец наш Небесный даст веру просящим у Него? Конечно, слава и благодарение тому, который не пощадил Сына Своего Единородного, но предал Его за всех нас. Скажите, как с Ним не дарует нам и всего остального? Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok